Для участия в творческом марафоне, который проводится к 80-летию Великой Победы, методист историко-культурного центра Наталья Замарина подготовила два произведения Ларисы Фелисион и своего собственного сочинения. Автор проекта «Стихи живут повсюду» рассказывает, что не могла пропустить такое мероприятие, ведь для нее это возможность высказать свои чувства. Не могла не принять участие в номинации, посвященной Ольге Павловне Кубышкиной, которая великолепно знала русскую поэзию, прекрасно читала стихи и очень тепло относилась к моему творчеству. Для марафона участники подготовили поэтические и музыкальные произведения, прославляющие героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. «Но мы сильны и сможем сражаться до конца. Кирка с лопатой тоже оружие бойца». Многие конкурсанты – постоянные участники различных творческих мероприятий Ленинского городского округа. И в репертуаре каждого есть произведения на тему Великой Отечественной войны. «Поддержим, поверь, тебе я приеду на горячем боевом храме». Решили принять участие в этом конкурсе, потому что нам эта тема очень близка. У меня отец – фронтовик с наградами, с орденами, с медалями. Каждая семья нашей России связана с этим праздником. И мы, что можем, несем, людям напоминаем и чтим своих предков. Главная цель конкурса – не меркнуть подвигом в веках – это сохранение исторической памяти о подвиге защитников Отечества через творчество старшего поколения Подмосковья. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.